Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о кино. Мы тут с мужем разговаривали. Такая интересная тема. Какие бы я взяла 5 фильмов на необитаемый остров? Я решила вам записать такое видео. Это может быть видеотег. Блогеры, записывайте. Кто любит кино, пожалуйста. 5 фильмов на необитаемый остров. Номер 1. Фильм номер 1. Это вы знаете, это и для необитаемого острова, и для... Приходит конец света. И вот какой фильм вы посмотрите. Вот этот у меня один фильм. Номер 1. Это «Уносенный ветром». Обожаю. Обожаю. Не знаю. Вот все время начинаю смотреть. Думаю, ну чуть-чуть посмотрю и все. Всегда досматриваю. Фильм длинный. Фильм такой. Все уже. Я знаю все персонажи, все диалоги и моменты. Но люблю. Люблю очень сильно. Нравится мне Бивьен Ли. По-моему, это идеальная. Скарлетт О'Хара. Кларк Гейбл бесподобный. Люблю. Люблю вот этот фильм безоговорочно. Взяла бы его на необитаемый остров. Это вот прям первый фильм. А второй фильм и третий фильм. Это вот прям вот знаете два фильма, которые... Ну я не могу выбрать из них один какой-то. Хотя можно было бы. Потому что как-то вот они вот очень похожи, на мой взгляд, и по стилистике. Ну не знаю, для меня они немножечко похожи. Такой черный юмор. Но я не смогла. Я не смогла выбрать один из них. Поэтому беру два. Первый фильм. Смерть ей к лицу. Роберт Земекис, режиссер. Мэрил Стрип шикарнейший, бесподобнейший, гениальнейший. Вообще в такой вот роли. Голди Холл, 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 и Брюс Уиллис, такой пухлый, пухлый Уиллис, и Забелла Расселине. Ну в общем, фильм, черная комедия, черный юмор. Обожаю его. Просто очень люблю. Люблю как снято, люблю по стилистике, люблю музыку, люблю там очень. Ну вот прям, знаете, с начальных каких-то моментов я просто тащусь. Я тащусь. У меня, знаете, плохое настроение, какая-то вот депрессуха наступает. Я могу включить этот фильм. И все. Мне хорошо, мне кайфово, я смотрю, мне весело и здорово. Вот смерть ей к лицу просто, если кто-то не видел, посмотрите. Я просто от него без ума. И вот третий фильм тоже вот для меня они вот как-то вот прям на одной ступени стоят. То ли я их посмотрела вот как-то в один период моей жизни, да, вот в такой раннем как бы детстве, можно сказать, такой вот, то есть не совсем когда была маленькая, но такая уже в школе училась, мы с мамой смотрели. И ствикские ведьмы. Ой, это баллёж. Это баллёж. Я очень люблю Николсона. Джек Николсон для меня, ну, он красавец. Хотя он дико страшный, но для меня он бесподобный красоты мужчина. Какая у него харизма. Харизма это, ну, это вот первое, за что вот цепляешься вот обычно, цепляется взгляд. Человек может быть необыкновенной красавицей или красавцем, но без харизмы это ничто. Ну, вот на мой взгляд, то есть да, ты можешь там красиво сесть, ну, стоит тебе вот как-то начать разговаривать там что-то. Всё. Нет харизмы, нет вот эффект другой совсем. И вот у Николсона какая-то потрясающая харизма, самобытная. Для меня он просто гипноз. Я его обожаю, люблю. И в этом фильме вот эта прям роль вот для него. Он играет там, не знаю, дьявола, да. И шикарно сыграл, шикарно. И, конечно же, три бесподобно красивых женщины. Актрисы Мишель Файфер, Сьюзан Сарандан и Шер. Все очень разные, все яркие, все необыкновенно хороши собой. Умницы, красавицы. Люблю. Люблю этот фильм. Люблю также очень роман Джона Абдайка из «Твикские ведьмы». Но если вы ищете вот такой какой-то лёгкости, да, от книги, книга немножечко другая. Ну, даже не немножечко, там сюжет, по-другому там всё. Поэтому, если любите этот фильм, стоит почитать, наверное, книжку. И вообще, если мы говорим про Абдайка... Абдайк мой тоже любимый. Но Абдайка в кино не показывает. А Николсона и этих девочек показывают. Вот да, вот эти два фильма «Твикские ведьмы» и «Смерть я к лицу» могу смотреть вообще под любое настроение, под любую какую-то там ситуацию, когда вот хочется чего-то посмотреть, не знаешь чего. Всегда включаешь, всегда беспроигрышный вариант. Получаешь колоссальное удовольствие. Море позитива, море драйва. Это прекрасные фильмы. И музыка, и съёмки, и стилистика. Ну, всё, всё бесподобно хорошо. Это было три фильма. Четвёртый фильм. Ну, всё такое, знаете, лёгкое-лёгкое. Ну, как бы, ну, не лёгкое, но такое. Надо что-то такое, вот, знаете, ну, может быть, интеллектуальное, у Слада Глаз. Это не самый, там, интеллектуальный фильм. Я не брала бы с собой на остров, там, Кимкидука или Джармуша, или, там, Ароновский, Франсуазона какие-то, да, там. Я бы не брала. Не брала, мне кажется, когда вы уже на необитаемом острове, вам как-то не до всяких таких киношек, киношедевров. Но вот четвёртый фильм, который я хочу вам сказать, мне он кажется очень красивым, и он как картина. Я могу смотреть его тоже очень часто, я его смотрела часто, и любуюсь вот просто каждым кадром. То есть можно нажимать на паузу и, вот, любоваться этим кинопроизведением. Это девушка с жемчужной серёжкой. Играет, там, Скарлетт Йоханссон и Колин Фёрд. Прекрасно. Это прекрасно. Музыка, цвет всего фильма, стиль. Кто не видел, посмотрите, очень люблю. И вот я бы отдыхала с ним на необитаемом острове. Я вот представляю с кокосом, и вот ты смотришь девушку с жемчужной серёжкой, Колин Фёрд, Йоханссон, он и ушки прокалывал. В общем, класс, класс. Если не видели, посмотрите обязательно. Красивый очень фильм. А это был четвёртый фильм и пятый фильм. Знаете, русского кино хочется. Хочется русского кино. Фильмов много, люблю много. Вот один фильм, я вот прям как-то вот его смотрю, и мне потом так хорошо, и... Ну, вот приятный. Вокзал для двоих. Вокзал для двоих. Очень мне там нравится Гурченко. Нравятся все вот эти вот переживания, как они только знакомились, как вот всё вот это у них происходило. Вроде бы комедия, но в то же время очень тонкий, очень такой ранимый, там надлом показан хорошо главного героя. Хороший фильм. Я думаю, все его видели, все его знают. Поэтому вот из русских фильмов я выбрала его. Недавно буквально его пересматривала. Знаете, там и поплачешь где-то, и посмеёшься. Вот это очень ценно и здорово. И опять-таки, знаете, когда они в конце бегут, вот этот снег, и он с этим аккордеоном, аккордеон, наверное, да, у него или баян. Так, прям... Ну, хорошо. Мне нравится. Мне очень-очень нравится. У меня много любимых фильмов, но вот эти вот пять пришли как-то вот сразу сами собой. Решила вот, что вот да, их бы я взяла на необитаемый остров. А потом, конечно, я вспомнила там этого своего любимого, господи, ну, Франсуа Зон, конечно же, и Воображаемая любовь. Кто снял? У меня бывает. У меня бывает, и я забываю, и потом не могу вспомнить. Ксавье Долан. Вот. Очень люблю Ксавье Долана. Тоже, как бы, ну, так как у нас с вами лимит пять фильмов, пять, вот пять, ни больше, ни меньше, то вот это вот, в моем случае, это эти фильмы. Все. На этом все. Видео получилось коротенькое. Надеюсь, вам понравится. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие бы вы взяли с собой фильмы на необитаемый остров. Мне будет очень интересно почитать. Может быть, какие-то я не знаю. Может быть, какие-то вы мне порекомендуете. Я их посмотрю. И на этом все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.